Новый удар по России. Конечно, есть проблемы. Мировое сообщество продолжает отвечать на путинскую агрессию в Украине. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени. На очереди десятый пакет европейских санкций и еще один отдельный от Соединенных Штатов Америки. Эти подарки обещают быть сокрушительными. Очевидно также и то, что экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Как мир будет наказывать Путина и его ближайшее окружение смотрите прямо сейчас. Юбилейный пакет санкций против путинской России должен быть очень болезненным. Продолжим. Его активно обсуждают в Европарламенте, чтобы загнать российскую экономику в глухой угол. Это очевидно наша финансовая система, промышленность, работают ритмично. Этот пакет санкций могут опубликовать ближе к середине февраля, чтобы приурочить его к годовщине путинского вторжения в Украину. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Это должно быть настоящей бомбой. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Пару дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Россию надо бить по энергетике. Рассчитываем, что десятый пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности, Росатома. Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии. В то же время в Евросоюзе намекают санкции будут касаться и дружеских стран России. Мы будем давить на Кремль столько, сколько нужно санкциями. Мы распространим санкции на тех, кто поддерживает войну России. Например, Беларусь или Иран. В ключе возможного наступления со стороны Беларуси это очень актуально. Россия и Беларусь тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил. Какие именно меры будут предприниматься, станет известно ближе к февралю. И этот месяц станет для России самым тяжелым за время войны. Я верю в это. Именно в такое наше будущее. В следующем месяце произойдет очередное ограничение цен на российскую нефть. В феврале вступает в силу действия потолка цен на российские нефтепродукты. То же самое коснется и газа. 15 февраля 2023 будет установлен потолок цен в Европейском Союзе на газ. То есть российская экономика ощутит, если не нокаут, то точно нокдаун. Это основные три источника получения денег Российской Федерации. Кроме этого ходят слухи, что Евросоюз хочет запретить экспорт российских алмазов. С помощью которого Кремль получает около 5 миллиардов долларов в год. Также никто не отменяет и персональных санкций. Вопрос только был в том, когда это произойдет. Конкретных фамилий никто не называет. Но возможно ЕС попробует наложить больше ограничений на патриарха Кирилла. Но ведь это же документы. Это картина 42-го года. Это выплывает из внешнеполитической риторики Венгрии, которая уже намерена блокировать санкции против России. Так было в июне прошлого года, когда именно из-за Венгрии Кирилл не получил солидный пакет санкций. Похоже, что сейчас ситуацию пытаются повторить. Жизнь все расставляет по местам. Это не первая подножка Евросоюзу со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана. И он продолжает в том же духе. В понимании Кремля, конечно, Виктор Орбан это лучший друг. Это идеальная Европа и вообще это идеальный агент, инструмент и все такое. Буквально вчера появилась информация о том, что Венгрия запретит транзит натовского оружия для переправки в Украину. Это типичная игра Виктора Орбана. И такие палки в колеса он ставит не просто так. Политика Запада на уровне НАТО и ЕС в отношении Венгрии много в чем как раз обусловлено тем, что да, Виктор Орбан, нравится ему это или нет, но он действует и воспринимается многими, большинством на Западе, как верный друг Владимира Путина. За предыдущие похожие выходки Евросоюз наказывал Орбана деньгами, и блокировал огромные транши, поэтому сейчас он хочет отыграться. Сейчас его интерес следующий. Разморозить как можно больше и получить как можно больше денег от Евросоюза? Защитить патриарха? Я отталкиваюсь от истории нашего народа, от истории наших вооруженных сил, ведь мы сломали хребет фашизма. Или же в очередной раз отработать кремлевский заказ. Венгрия, собственно, превратилась в такой хаб для российских спецопераций, для российских спецслужб, и вообще таким стало троянским конем, который Россия использует для того, чтобы подорвать Запад изнутри. Вот в чем главный вопрос к премьеру Венгрии, который пытается снизить эффективность санкций против России. И чем жестче Европейский Союз будет реагировать на странное поведение Виктора Орбана, тем более молниеносно будут предприниматься новые санкции против Путина и его своры. Субтитры создавал DimaTorzok